Экстрасенсам и целителям не место на экранах телевизоров. Вот так вот я резко меняю темы. Но так считаю, не я, так считают в Госдуме, члены Комитета по охране здоровья уверены. Многочисленные сомнительные телевизионные шоу. Они приносят только вред. Телеканалы думают о получении прибыли, а не о людях. А на самом деле шарлатаны дурят голову россиянам. При этом спрос на услуги народных целителей в России, судя по прошлому году, вырос на 20%. По последним данным Росздравнадзора, в России насчитывается больше 100 тысяч таких специалистов. В основном к ним люди идут лечить заболевания, вызванные стрессом. Это проблемы органов пищеварения, мочекаменной болезни, головные боли. Интересно, что депутаты не советуют смотреть. Также программы Геннадия Малахова, например. Они призывают опасаться людей, которые пытаются лечить куриным пометом. Но это вот такой конкретный пример приводится. При этом ссылается на свой огромный опыт, но никакого медицинского образования не имеют. Когда можно использовать народное лечение, а когда лучше все-таки сразу идти к врачу, не задумываясь. Обсудим с любовью Иерафи и врачом-акушером, гинекологом, экспертом по репродуктивному здоровью. Она на прямой связи с лайфом по скайпу. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Конечно же, для меня очевидным вопрос, ответ на этот вопрос, куда идти к врачу. Но, видимо, люди идут к целителям уже после того, как врач не смог оказать помощи. Вот какую бы оценку этим действиям вы как медик дали? Дело все в том, что традиционно, и уже очень много лет, это ведется еще, наверное, с советской эпохи, у населения нет особого доверия к нашей медицине, к врачам. И средства массовой информации играют самую прямую роль. Вот если мы вспомним, начиная с новогодних праздников, какая информация касалась медицинских проблем. Это все негативные случаи, это все скандалы, это все, в общем, не лучшим образом демонстрируют, что у нас происходит в медицине. И вот эти частные небольшие случаи, они все идут в копилку такого негативного имиджа специалистов в области медицины и нашей системы здравоохранения. К сожалению, а шоу, которые показывают, как бабки-угадки, вообще угадывают, что, где, когда, кто с кем и вообще, наоборот, они действительно пользуются популярностью. Я совершенно не против того, чтобы средства массовой информации, особенно телевизионные, рассказывали о различных методах нетрадиционной медицины. Она есть, она существует, и целителей действительно в стране очень много. А вы сами сталкивались с такими случаями? Да, 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 конечно. Но так не будет ли какой-то перегиба? Потому что запретят не только шоу, но запретят вообще самих целителей. Да, да, вот я как раз об этом хочу сказать. Я бы ничего не запрещала. Как только что-то законодатель начинает запрещать, тут же появляется коррупция. Интересное количество зрений от медика, от профессионального врача. Спасибо. С нами на связи со студией по скайпу была Людмила Ерофеева, эксперт по репродук... Что мне это слово сегодня не дается? Репродуктивному здоровью. И вот какой вывод интересный мы сделали. А сейчас к нашему разговору присоединяется Маргарита Аристархова. Она не только руководитель клиники Академии гармонии жизни, но и экстрасенс-целитель. Участник одного из таких шоу. Эта передача называется «Охотники за привидениями». Маргарита, здравствуйте. Я вас приветствую. Ну вот сейчас нам медик сказал, ну да, есть нетрадиционная медицина. А теперь давайте все-таки приведите аргумент в свою защиту уже сами. Почему вас не надо запрещать, в том числе на телевидении? Начнем с того, что я все-таки тоже медик. Я закончила второй медицинский институт, между прочим, с красным дипломом. Мы кандидат медицинских наук, поэтому я не могу сказать, что мнение медицины, мнение незнакомое и непонятное. На самом деле, чем целители, так сказать, нужны, полезны и почему их не стоит запрещать? Дело в том, что состояние нашей медицины на сегодня, вот предыдущий оратор сказал, что это с советских времен. В советские времена немножко лучше было, когда я работала в поликлинике. В советские времена у меня было хоть какое-то время поговорить с пациентами. Сейчас врачи еще больше загружены, еще меньше внимания могут уделять врачам. Кроме того, у нас страховая медицина, так сказать, зачастую врач не имеет права, не имеет возможности назначить необходимое обследование и зачастую даже назначить необходимое лечение. Поэтому это проблема нашей медицины, но никак не целительство. У целителя, в отличие от врача, времени достаточно. Поэтому мы можем спокойно выяснить, что, как, где, так сказать, надо дообследовать, понять, какие варианты, так сказать, можно... Принимается этот аргумент. То есть у вас больше времени, в отличие от врача, который принимают в поликлинике, и даже в платной, кстати, тоже есть лимит. Хорошо, Маргарита, а вот скажите, предположим, у пациента стоит выбор, пойти в платную клинику или пойти к целителю. Ну вот ваша клиника наверняка платная. А где дороже будет, где дешевле? Естественно. Значит, где грань? Я всегда говорю, сначала надо идти ко врачу. Если врачи находят заболевание и могут его вылечить, слава богу, никакой целитель вам не нужен. Это я, так сказать, позиционирую постоянно. И вот в моей книге я это тоже позиционирую, которая сейчас выходит. Но если врачи не могут понять диагноз, зачастую такое бывает, обследуют, да, у вас всё нормально, человек себя плохо чувствует. Зачастую здесь нужна именно комплементарная медицина. И Всемирная организация здравоохранения, наоборот, очень большую программу сейчас запускает уже несколько лет по комплементарной медицине. Целительство относится именно к комплементарной медицине. И я как врач, я всегда объясняю. Комплементарная – это значит дополнительная. То есть она не заменяет и не отменяет классическое лечение у врача. Понятно, она её дополняет. Хорошо, Маргарита, тогда следующий вопрос. Вот врач не может поставить диагноз. Предположим, другую ситуацию. Вот этот рынок магических услуг. Это настоящий бизнес сейчас в России. А что делать человеку, который считает, что не могут поставить ему диагноз из-за того, что на него идёт воздействие тёмных, чёрных, отрицательных, негативных сил? И вы в своей практике, как экстрасенс, наверняка с этим сталкивались. Наверняка сталкивалась. И больше того, я могу сказать, даже когда человек считает, что на него есть воздействие тёмных сил, а реально его нету, пока он не придёт к какому-то экстрасенсу, ему легче не станет. Никакой врач ему не докажет, что этого воздействия нет. Поэтому, понимаете, как всегда, если есть большой спрос у населения, если что-то запрещать, пойдёт обратная волна. Другое дело, что этот рынок надо ставить в правовые рамки. Вот если, так сказать, не отрицать, не запрещать, а именно правовые какие-то нормативы делать, отсекать шарлатанов от реальных целителей, которые могут помочь. И, больше того, Московская дума, она какое-то время назад поднимала вопрос, чтобы целительством занимались люди только с медицинским образованием. Я очень поддерживаю это, потому что, на самом деле, надо понимать, что... Маргарита, ну это получается регулировать рынок и рыночные отношения. Спасибо. На прямой связи со студией была Маргарита Ристархова и медик, и экстрасенс, и целитель, руководитель клиники Академии гармонии жизни. Но вот один вопрос для меня остался неотвечен. Где всё-таки дороже или дешевле? В частной клинике традиционной медицины или в частной клинике вот такой вот медицины? Спасибо.